Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами Велопосланник. И вот, как я и говорил, у меня наконец-таки пришла посылка, о которой я хотел бы рассказать сейчас. Посылка это велосипедный туристический багажник типа Блоха. Вот, вы можете видеть, что она действительно похожа на Блоху. Обзор этого багажника у меня есть в предыдущем видео, в предыдущей лекции. Купил этот багажник я взамен, взамен сейчас покажу, взамен вот этого старого багажника. Этот багажник тоже типа Блоха, но немножко другой, вот можете посмотреть, в чем разница. В принципе, они не сильно отличаются, отличаются только качеством и кое-какими конструктивными моментами. Скажу сразу в двух словах. Багажники оба стальные. Этот багажник делала фирма GDW. Вот, ну сейчас покажу о том, чем же они отличаются. Итак, багажник GDW. Что же нам пришло? Пришел сам багажник, естественно. Вот таким вот образом он выглядит. Вот такая у него конструкция. Очень мне понравилась вот эта вот задняя собачья нога. Также сварные швы. То есть сварные швы, видите какие. Конечно, при перевозке видно, что местами где-то мялся. Ну, либо на складе его бросали. Но это не страшно, не критично. Это почти со всеми багажниками такое происходит. Все мне нравится в этом багажнике. Абсолютно все. Вот она надпись, можете видеть. Вешает он один, весит этот багажник 1,2 килограмма. Я уже взвесил. Вот, единственный недочет. Вот это вот, когда они приваривали вот эту штуку для катафоты. То есть сварка чутко прожгла металл, оставив в районе сварки дырку. Но так как здесь полые трубки, полые трубки, а полые стальные трубки, их сложно варить сваркой, электросваркой, то, соответственно, такие моменты могут случаться. Это не критично, это абсолютно не влияет на несущую способность багажника, поэтому ничего страшного. В остальном все мне нравится. Нравится мне, как сделаны, в принципе, швы. Единственное, вот они. То есть, вот можете посмотреть. То есть, они слева и справа сварка. Слева и справа сварка. То есть, слева и справа сварка. То есть, теперь, вот такой вот багажник. Теперь давайте я покажу, как выглядел мой старый багажник. Вот вы можете сравнить их разницу. То есть, видите, какая большая собачья нога у моего нового багажника, и какая нога собачья у старого багажника. Обратите внимание, швы вот в этом месте у нового багажника, швы у старого багажника. То есть, здесь, как бы, ну, не очень хороший шов. Дальше. Обратите внимание на швы нового багажника. То есть, как бы, лево-право. И на швы старого багажника. То есть, только с одной стороны. Видите? Только с одной стороны. Только с одной стороны. Вот. В принципе, дальше они ничем почти не отличаются. Этот багажник буквально на несколько... Вот этот багажник на несколько грамм буквально легче, чем вот этот вот багажник. Ну, в принципе, я вот доволен. Ну, вот этот багажник, он тоже очень хороший. Несмотря на то, что здесь вот сделана вот такая вот сварка одиночная. То есть, он служит и будет служить дальше своему хозяину. Этот багажник я отдам его законному владельцу. Моему другу Александру, который дал мне его для похода по Армении. А теперь буду пользоваться этим багажником. Давайте я покажу, что дальше продавец прислал вместе с этим багажником. Ну, прислал он, естественно, ключики. Кстати, прислал он и закаленные болты. Он прислал как и закаленные болты, так и прислал говняные из мягкой стали болты. Вот такого типа. То есть, вообще, хреновые болты. То есть, я буду использовать вот эти. Ибо они гораздо лучше. Дальше в посылке пришла туристическая велопокрышка. Оригинальный Кенда. Кенда К935 с антипрокольным свойством, короче, так скажу. То есть, да, здесь действительно вот можно посмотреть, что это оригинальный Кенда. Он подписан. Здесь тоже на резине такая гравировочка есть, что это, вот она, что это Кенда. Вот такой вот рисунок, пожалуйста, можете заценить. Вот такой вот рисунок. Мне этот рисунок был необходим. Буду эту камеру использовать чисто для путешествий. То есть, средняя дорожка это слик дорожный, который обеспечит мне хороший накат. И боковые выраженные грунтозацепы, которые обеспечат мне безопасность в поворотах. Вот такие вот покрышки. Также продавец к покрышкам прислал монтажки. Прикольные монтажки пластиковые. Приятный маленький подарок. И также я заказал для велосипедного путешествия оригинальные камеры Кенда. В принципе, я пользуюсь покрышками Кенда. Они меня полностью устраивают по качеству, по долговечности. И камерам продавец прислал вот такую вот какую-то инструкцию на китайском языке. Что, собственно, тоже интересно понаблюдать. То есть, оригинальные Кенда. Такие, собственно говоря, посылки я получил. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!